Обычно, когда люди делают игры, они хотят, чтобы в них играли. Но ключевой момент в том, что разработчики хотят, чтобы люди, которые должны играть в игры, играли в их игры. Только если вы не из числа людей, которые пиратят или слишком юны для контента игры. Для таких групп людей игроделы припасли пару способов, чтобы заставить их выйти из игры. Всем привет, меня зовут Никитун, и это семерка раз, когда игры пытались остановить людей, играющих в них. The Sims 4 The Sims это игра, в которой вы полностью контролируете жизни каких-то крошечных беспомощных людей, постоянно несущих чушь. То есть, примерно как воспитание детей. Только кухня загорается еще чаще. Ради благопристойности, когда ваши симы моются в душе или сидят на унитазе, их спасает от стыда пикселизирующий квадрат. Благодаря ему вам не нужно видеть те ужасы, что кроются под одеждой симов. Серьезно, вам лучше не знать. Но после релиза Sims 4, некоторые игроки заметили, что пикселизация не пропадала после того, как симы заканчивали омовение. Более того, размер пикселизированного участка увеличивался до того момента, пока он не накрывал собой весь экран. Какого черта? Спрашивали они у издателя игры Electronic Arts. На что издатель отвечал, да вы же все пираты! Да, оказалось, что это был способ остановить несанкционированный доступ к содержимому игры от Electronic Arts. Путем пикселизации всего экрана настолько сильной, как если бы у вас стоял Intel 486 из начала 90-х. А еще этот способ очень неплохо заставлял пиратов выдавать себя, когда они все бросались на форумы в поисках способа исправления этого бага. Но я бы сказал, что так можно играть. Назовите этот режим лоу-фай демейком, и он может стать инди-хитом. Mirror's Edge. Если вы играли в оригинальный Mirror's Edge, то вы знаете, что игра на 90% состоит из крутых прыжков с крыши на крышу. И на 10% из падений с крыши со смертельным исходом. Именно это сделало антипиратские меры от Electronic Arts настолько уместными. Ведь они забирали у вас возможность совершать эти крутейшие прыжки. В ранних украденных версиях игры Fade замедлялась по мере приближения к краю. Словно бы осознавая, насколько далеко от земли она находится. Как бы сильно вы ни старались, вы вскоре понимали, что если у вас была нелицензионная версия игры, Fade в ней страдала от недостатка уверенности в своих паркурных умениях. А это делало прохождение игры просто невозможным. Но вы все равно могли насладиться пробежками по единственной стартовой крыше в игре. Ну и теми 10% игры, которые я уже упоминал. Batman Arkham Asylum. Бэтмен это внушительный соперник. Как благодаря его интенсивным тренировкам, так и благодаря высокотехнологичным гаджетам. Но вы, возможно, не осознавали, насколько для него важны гаджеты, пока не сталкивались со спераченной копией Batman Arkham Asylum. Ведь такая версия делала вид, что кто-то забрался в Бэтпещеру и порылся в вещах Бэтмена. Плащ Бэтмена в ней не позволял нормально планировать. А кошка полностью игнорировала вашу цель. И вместо этого выбирала свою межпространственную точку прикрепления за границами измерений, времени и карты. А потому те, кто не купил игру по-честному, играли в свое особенное издание под названием «Хреновый Бэтмен, который не умеет планировать и время от времени прорывает пространство-время Arkham Asylum». Запоминается такое название? Конечно, похуже оригинального. GameDev Tycoon. GameDev Tycoon это симулятор разработки видеоигр, в котором вы создаете студию и начинаете разрабатывать игры, в надежде выпустить следующий супер-хит. GameDev Tycoon выпускался без DRM, а потому существовала большая вероятность того, что в игру будут играть те, кто это делать не должен. Однако разработчик Greenheart приготовил для таких людей сюрприз. Сначала игра проходилась нормально. Вы разрабатывали игры, выпускали их и получали доход, зависящий от количества проданных копий. Но в какой-то момент игроки начали пиратить ваши игры. А чего вы, конечно же, теряли деньги, пока это не приводило к банкротству. Из-за чего множество игроков, не заплативших за игру, начали спрашивать, нельзя ли разработать в игре DRM или какие-то средства защиты от пиратов, чтобы помочь их виртуальным студиям. И да, они не замечали иронии в этой ситуации. Так что теперь мы никогда не увидим сиквел их игры «Боевой Тетрис Откровения». Зак Макракен and the Alien Mind Banders Зак Макракен and the Alien Mind Banders – это приключенческая игра из той эры, когда называть игры «Зак Макракен and the Alien Mind Banders» считалось нормальным. В эти доисторические дни пиратство заключалось в простом копировании содержимого дискеты, на которой поставлялась игра. Так что в эту игру разработчик LucasArts ввел систему, благодаря которой Заку нужен был код для визы каждый раз, когда он покидал США. Это был набор пиктограмм, который можно было найти только в инструкции к игре. Естественно, в 80-е у детей был практически бесконечный запас времени, и они с радостью вводили бы случайные комбинации целыми днями, пока какая-нибудь не сработает. А потому вам давалось только пять попыток до блокировки. А под блокировкой имелось в виду тюрьма. Да, всё так. Введите код неправильно пять раз, и Зака без церемонно закинут в тюрьму для пиратов. И какой-то разъярённый мужчина в шляпе скажет ему, что он там сгниёт. После чего он поворачивается к экрану и начинает читать вам, игроку, длинную лекцию о вреде пиратства. Потом он уходит, а Зак, судя по всему, умирает в тюрьме. Знаете, учитывая отсутствие у игры сиквелов, может это каноничная концовка? Ну, спасибо вам, пираты 80-х. The Secret of Monkey Island Если вы думаете, что распечатывание секретного кода в инструкции к игре это непобедимый способ остановить пиратство, вы явно забываете про существование ксероксов. К 90-му году руководство к играм ксерокопировали настолько часто, что LucasArts понадобился новый способ защитить их следующую игру The Secret of Monkey Island. Да, несмотря на любовь разработчиков к пиратам, про которых они сделали целую серию игр, они не питали особой любви к современным пиратам. Наверное, потому что они не носят глазные повязки и не пьют ром. Решением стало пиратское колесо. Набор картонных кругов, который позволял вам ответить на вопрос о пирате, которого вы только что создали поворотом круга. Внимание на вопрос о том, когда его повесили. Действительно, о чем же еще? Вы гляньте на эти рожи. Система вернулась во второй части игры. Ну а теперь мы собирали рецепты вуду, а не пиратов. Проблема заключалась в том, что, как вы могли догадаться, каждый из кругов тоже можно было скопировать. Хотя их и было всего лишь два. Классический пиратский трюк. Черная борода поступил бы именно так. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Разработчики хотят ограничить доступ к своим играм не только пиратам. Для некоторых игр важно также не допускать к себе детей. Иначе они могут наткнуться на изображение обнаженного тела, ужасные сцены насилия или Aliens Colonial Marines. Прикройте глаза, дети! Одной из таких игр была Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards 87-го года. Ведь в ней затрагивались взрослые темы, появились пикантные изображения и взгляды на жизнь времен создания календаря Майя. А потому ее создатель Эллоу создал тест, который нужно было пройти перед началом игры. На вопросы которого, по его мнению, дети ответить не могли. Стоит отметить, что он, наверное, был прав. Так как тест был полон отсылок к популярной культуре, которую в наше время поймут только пенсионеры. Более того, многие ответы в наше время совершенно устарели. Например, в одном из вопросов нужно закончить предложение. О. Джей Симпсон был и под следствием является неправильным ответом. В качестве научного исследования я сам решил попробовать ответить на эти вопросы. А, так, ага. Так, ну я в ближайшее время в Лейджер Сют Ларе точно не поиграю. И, возможно, это к лучшему. Это были одни из самых интересных способов, когда игры очень странными методами пытались остановить своих игроков. Если вы знаете какие-нибудь подобные меры из игр, то делитесь ими в комментариях. Надеюсь, видос вам понравился. Спасибо, что чекнули его до самого конца. А меня звали Никитун. Не забывайте про подписку. И до скорых встреч в новых видео.